Общественная пожарная безопасность, профилактика производственного и дорожного травматизма. Эти темы стали ключевыми на заседании горосполкома. Сегодня в городе ведётся большая работа по укреплению общественного порядка. На протяжении многих лет отмечается снижение уровня преступности. А вот количество происшествий на дорогах в этом году, наоборот, выросло. Их зафиксировано 53, а это на 9 случаев больше, чем в 2018-м. Главной причиной остаётся несоблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. По результатам контрольно-надзорной деятельности, за 9 месяцев этого года в городе 41 должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил содержания дорог и улиц. 9 должностных лиц за невыполнение предписаний. 42 за допуск участия в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственного технического осмотра. Важной темой обсуждения стала и охрана труда. За 9 месяцев этого года на производстве города произошёл 41 несчастный случай. Для сравнения, в прошлом их было 50. Происшествия по вине нанимателя были на таких предприятиях, как Бобруйск Мебель, Бокдеп, Бобруйск Молоко, Фондок, Бобруйское монтажное управление Могилёв техмонтаж и других. В топе причин травматизма по-прежнему неиспользование работниками средств индивидуальной защиты и нарушение требований при эксплуатации оборудования. По результатам проведённых выборочных проверок выданы требования предписания на приостановку 137 единиц оборудования, создающих угрозу жизни и здоровью работающих. Управляющая компания холдинга Бобруйска Громаш 63 единицы оборудования, Фондок 7 единиц оборудования, филиал открытого акционерного общества Могилёв техмонтаж, Бобруйское монтажное управление 3 единицы оборудования. Председатель горосполкома Александр Студнев отметил, теперь важно провести детальный анализ всей информации и дать оценку действиям должностных лиц. Он подчеркнул, что непосредственно руководители несут ответственность за все процессы на своих рабочих местах. То, что касается сегодня учреждения образования, то, что касается сегодня предприятий, принимая важность этого вопроса, сразу возникает у меня вопрос. Сколько раз и где рассматривалась директива сегодня для этих организаций? Какие приняты меры непосредственно на местах? Градоначальник призвал мобильной группы уделить внимание также малому бизнесу и провести тщательную проверку частных предприятий на предмет безопасных условий труда. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Продолжение следует...